Житель Индии признан воплощением бога обезьян Ханумана. Доказательством его святости тысячи паломников считают хвост, который растет у 30-летнего мужчины. Люди утверждают, что прикосновение к этому отростку лечит от многих болезней. Подробнее Алексей Захаров. Индийский крестьянин Чандре Ураон помогает жене собирать чай. Ближе к вечеру он вернется в свою ветхую избушку, где его уже дожидаются паломники. Люди со всей страны приехали сюда с одной целью – прикоснуться к хвосту этого молодого человека. Хвост начал расти в 16 лет, рассказывает мужчина. Говорит, сначала очень его стеснялся, старался не купаться при людях. Но удержать что-либо в секрете в маленькой деревушке невозможно. Слухи о чуде поползли сначала по округе, а затем и по всей стране. Авторитетный проповедник в Дели заявил, Чандры – новый мессия, способный исцелять людей. И тут началось. Чандры – живое воплощение бога обезьян Ханумана. Прикосновение к священному хвосту уже излечило мою язву желудка. Теперь приехал зрение поправить. Паломники идут сплошным потоком. Все хотят исцелиться от недугов. Такое внимание к собственной персоне немного утомляет Чандры Ураона. Я им говорю, никакое я не божество. Не верят. Простых индийцев можно понять. Всю жизнь Чандры питается одними фруктами и ловко карабкается по деревьям. Совсем как обезьяна. Но это жизненная необходимость. Каждый день ему приходится собирать плоды с высоких пальм, чтобы хоть немного заработать. Отсюда его животная ловкость. Кстати, приобретя общеиндийскую славу, Чандры не стал богаче. Муж не берет денег за прикосновение к своему хвосту. Потому живем в нищете. Скромный и бескорыстный, настоящий бог обезьян Хануман, говорят паломники про Чандры. Индийцы уверяют, прикосновение к волшебному хвосту на самом деле лечит от всех болезней. И душевных, и физических. Человек-обезьяна не отказывает никому. Если его телесный изъян действительно помогает людям, пусть трогают на здоровье. Алексей Захаров, Анна Айвазова, ТВ3.